Эфир телеканала ОТРАР продолжает программа «Народ и власть». Уважаемые телезрители, в студии работаю я, Шудин Саидов. И каждую пятницу к нам приходят представители надзорного органа и отвечают на ваши вопросы. Сегодня у нас в гостях Адильбайло Жасулан, прокурор Туранского района. Кошкин, здравствуйте. Ахмед Кошкин. Уважаемые телезрители, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, пишите, звоните. 21 44 50 номера телефона вы видите на экране своих телевизоров. Сегодня еще раз напомню, прокурор Туранского района в гостях. Все вопросы адресуем обязательно. Жасулан Мрза, самый главный, как у вас с преступностью? Трусталдма, Коби Иватарма, Азай Иватарма. Трусталдма, Коби Иватарма. Трусталдма, Коби Иватарма. Играет о том, что в Кумыстане до сих пор, это было 20 лет, и у нас было 25% в этом году. После этого, в результате 1848 в октябре, Продолжение следует. 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 у нас начинаются в уборке, у нас в течение времени было несколько проводить оборудование. У насohến us a highly Mashable, как у нас, данные лаборатории, в то время, что у нас есть много всего психотвортов, в то время в~!! Да, он біздің елін тұргандар, или? Да, біздің елін тұргандар, или? И они распространяли. Да, в лабораторию түрінде жасап дайындап сүйтіп, арғарай, арғарай. По количествам, там, тонны, килограммы. А уже ді психотропы заттар гой. А-а-а-а. Эр түрлі заттарды космосынан яғылып жасайтындар. Ожеді космоларды алынды, бәрі алынды. Казым не ол, мен урауданым да және мен бізден күлмістік сполмағаның ебе толпы, калістесын айтылмай. Ахраند бәрін ураң. Наша корон開 foulды, астан с нас MON түрлі заттарты үрлі және, бізден күл, бізден күл Бізден күлестік в Yearsuki Сугағаныңқ қамын сқарайды. Мүмді сметесең не. Бізден күлі жағалғаңыз стадардыpmасмамында түрлі жағана ма жаған. это закладчики как вы с ними боретесь все их стало меньше или больше по нашему району стало меньше сейчас у нас только в этом году только 4 уголовного зарегистрировано в прошлом году у нас было это больше 10 уголовного это раскрытых это меньше стали заниматься или раскрываем это а также в прошлом году кучу дарла тунде потрультых маршрутах олажда бизде карта преступность теген бар я она бунда кунистык стерден тиркелген жерлер ксу немен жан турада уезда сетоп сол жерланды В этом году мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы говорим о правительстве пищеварного кишки. То есть мы все вместе с правителями paradоксами. Да, это просто пищеварный. Хорошо. Если с ним происходит то, то будет не воровитель. Если с ним быть укроп, то – то будет пиер. Если с ним происходит то, то будет пиером. То есть то есть то, это все с ним. А самый распространен? Насколько вопросов? Открылся. Один из самых важных ситуаций. Это не только интернет, но и интернет. Мошенничество и мошенничество в интернете. Люди прикрываются аккаунтами разных знаменитостей, ваших родных и близких, обрабатывают вашу личность и направляют смс-сообщение с просьбой занять определенную сумму. И правоохранительные органы, и представители надзорного органа призывают не отправлять деньги на разные счета, не поддаваться таким действиям мошенников, а позвонить и переспросить, что произошло. Даже не этому абоненту, а его родным и близким узнать. Доходит до того, что, например, под именами Акимов тоже рассылают такие сообщения с просьбой отправить определенную сумму. И недавно тоже был такой случай, когда бабушка пришла к нам в здание телеканала «Утрар» и рассказала такой случай, что ее обманули якобы под аккаунтом внучки. Забрали у нее 250 тысяч деньги. Она просто взяла и перевела. Поэтому будьте осторожнее. Скажите, пожалуйста, Жаслан Мерза, на сегодняшний день мошенники, они как вундеркинды и запретают разные методы обмана. самый, наверное, я не знаю, какой-то необычный, к которому вы столкнулись за этот год из ряда вон выходящих. Может, помните? Прямо вау нету, да? Все одинаково все одинаково. Скажите, пожалуйста, теперь в отношении чиновников какие нарушения расследуются, какие нарушения они ведут? Вы что же контролируете? Нет, прокуратуру района мы надзираем полицию Туранского района на местном уровне. А Акиматовский? И Акимат района. А все должностные преступления у нас расследуются органом Антикор, который осуществляет надзор прокуратуры города. Мы такими делами не сталкиваемся. Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть насилие в вашем районе? Именно в отношении женщин и мужчин. Были такие случаи? У вас просто Туранский район, он такой? Есть вот эти точки, известные в Шимкенте, где сдают съемные квартиры? Да, это восьмое микро-район. Восьмое микро-район. А Скарова, да? Да. А Скарова ваша? Да, Аскарова это Альфа-Рыбийская. А, вот эта сторона, да. Да, у нас имеются такие виды преступления, которые на насильственные сексуальные действия в отношении даже несовершеннолетних имело место. Несовершенные лица? Да. В этом году таких преступлений у нас зарегистрировано семь, которые все направлены в суд. И лица виновные уже осуждены. Это такие есть. Уже посадили? Да, посадили. Давно было? С начала года, в этом году уже. Семь у нас имеем. Скажите, пожалуйста, в рамках профилактики, вот мы говорим профилактика, профилактика, а что конкретно она дает? Есть какой-то результат? Что вы делаете? Вы доносите, ругаете, я не знаю, как-то просите? Нет, почему, не ругаемся? Объясняем. Я сказал же, преступления семейные бытовые, из ряда административного уголовного перешли с этого года, с июня месяца. Чтобы таких преступлений много не было, каждому дому, ранее привлеченным к административной ответственности, этим лицам мы звоним, объясняем, что эти виды преступлений, уже категория не административного правонарушения, в случае, если вы повторите, уже будет уголовная ответственность. А уголовная ответственность и уже возбуждение уголовного дела, это последствия уже детям, устройству правоохранительного органа или госоргана, будут препятствия родителями. Мы это все объясняем по телефону. В результате уже в течение 2 месяца, 2 месяца уже как уголовная ответственность, если до июня месяца было 918 административного правонарушения, а в течение месяца уже 5 уголовных дел мы возбудили. Уже результат тоже. Уже результат. А скажите, пожалуйста, раньше же были такие времена, когда в общественном транспорте, как их называли, карманики? Карманики. Сейчас есть такое? Есть, есть. Есть? Кража, такие виды есть. Ну, мало, много. Не так много, как раньше, но имеются такие. А вот теперь еще, если, например, 2 человека, ну, двое парней друг с другом на улице подрались, вот спрашивают тоже, вопрос задают, какое наказание будет, если их задержит полиция? То есть могут ли они примириться? Они могут примириться. Раньше они были административной ответственности, если они у них уже, а сейчас это уже уголовная. Смотря какой тяжести экспертиза, мы в рамках уголовного дела назначаем экспертизу. Если легкое телесное повреждение, это 108-я статья. Если отсутствует телесное повреждение, уже это 109-я статья, побой. Тоже уголовная ответственность. Это проступок уже идет. До 50, с 25 до 50 суток ареста. Даже так? Да, арест. Спрашивают. Скажите, пожалуйста, у нас соседи буянят каждый день, пьют, вызываем участкового, но все равно бесполезно. Туранский район, 8-й микрорайон. Что нам нужно сделать? Они там устроили целый проходной двор. При этом они квартиранты. Тогда я у вас после эфира возьму номер. А, номер? Все, 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 бесполезно. Номер возьму, я свяжусь и сам пройдусь, возьму начальника ровода и будем сами выяснять, почему. Не повезет им, я так чувствую. Итак, идем дальше. Уважаемый прокурор, донесите, пожалуйста, до Кемата, когда они решат вопрос с бродячими собаками. Если эти собаки перекусают всех детей, кто за это будет отвечать? Просто мне интересно ответить на этот вопрос, если вы компетентны в этом. Не дай бог, конечно. Да. Работа ведется. Мы с Акимом вместе, каждый. Тоже же участвуйте в сходе населения. Эти вопросы обычно много задают население. И там присутствуют сотрудники этих ведомств. Конечно, если какой район, мы можем созвониться с ним. Туранский, да. Туранский район, микрорайон какой, туда можем отправить. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Салимецис. У нас есть телефонный звонок. У меня нет. У нас есть канал. Слышь. У меня нет. У нас есть поля, у нас есть поля, у меня нет. У меня нет. У меня нет. Генерал-гадет. Генерал-гадет. Какой мотиватор для вас? Какой мотиватор для вас? Я говорю, ага-гарит. Какой мотиватор для вас? Я называю Актайево. Актайево. Актайево? Возвращение в Тазахстан. Он говорит о том, что он был в Абайске. Он сказал, что он был в Абайске. Он сказал, что он был в Абайске. Он был в Абайске. Вы знаете номер? Ага. Номер. Номер, телефон. 7707. Ага. Вы знаете номер. Номер, телефон. Номер, телефон. Аба, тенденз, каранз. АЗыр юриде жасы борма сэзде? Азам. Казыр юрлиде жасы борма сэзде? Продолжение следует. 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 По isn't. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. имеют разрешение налоговым органам так как их деятельность, чтобы закрыть такого... Они работают по закону. По закону, да. Административно имеют его. Не каждый же приходит, посетитель там тихо, кто-то вызывает. Да. Жаслон Мерзе, скажите, пожалуйста, коррупция. Как у вас дела с коррупцией? Нет ли нарушений, выявленных как в вашем ведомстве? И как вы боретесь с ней? Проблема очень тонкая, сложная. Профилактика правонарушения коррупционных то же самое у нас. Встречаемся с сотрудниками госорганов, объясняем, объясняем последствия, какое наступает. Вот такие работы мы проводим. Результат есть? Да, результаты есть, но в этом году у нас сотрудников правоохранительного органа среди задержанных за коррупционные преступления у нас не имеется в Туранском районе. И других же таких фактов. Ну, быть прокурором целого района тоже непросто. А были ли моменты, когда, я не знаю, намекали вам вам? Такого... Или не рискуют? Рискуют. Не рискуют. Кадровый бизнес? У нас... Все по закону? По закону. А сложно вообще стать? Назначение органов прокуратуры идет с генеральной прокуратурой. То есть, если там сказали, все... Экзамены все проходят у нас в Академию правоохранительных органов при генеральной прокуратуре. Это в городе Астана Коша. Целая Академия правоохранительных органов поступает, сдают экзамен. И целый год там учатся они. Шесть месяцев теория, шесть месяцев практики проходят. Через год они сдают экзамены, получают сертификаты и назначают кадровый департамент генеральной прокуратуры. То есть, в местном уровне, в областном, городских уровнях. Назначение не идет. У нас только в генеральной центральной. Если кто-то хороший учился, дают право выбора, в каком области, в регионе или она, или он хочет работать. А если в среднем, который закончил, их направляет в любую точку Казахстана. Понятно. Спасибо вам большое. Время нашего эфира подошло к концу. В завершении, что бы хотели сказать? Причинен Сизгер Ахмед, что ему за в основном, достойный кездесум. Это что он не может быть, что он не может быть, что он не может быть. Продолжение следует... Продолжение следует... До свидания.